Чтобы сохранить прошлое, оставшееся на картинах, фотоснимках, старой пленке, листах исписанной бумаги, надо почаще вглядываться в эти исторические источники. Тогда мы лучше сможем понять и ощутить это прошлое. В центре нашего внимания картины о школе, учителе, учениках второй половины 19 века, выхваченные куски времени, написанные в разные эпохи, в разных обстоятельствах, но на каждой из них не только разные судьбы и разные лица, но и ускользнувшие от взгляда детали. Мы предлагаем вам более внимательно вглядеться в картины и тогда они оживут перед вами, и вы сможете многое узнать о повседневной школьной жизни прошлого. У историков до этого даже есть специальный термин – визуальная история. Картина Николая Богданова Бельского «Усный счет в народной школе Рачинского» была создана в 1895 году. Николай Петрович посвятил ее своему школьному учителю Сергею Александровичу Рачинскому, российскому ученому, педагогу, просветителю, профессору Московского университета, ботанику и математику. Рачинский изображен на картине в компании своих учеников. Богданов Бельский очень хорошо знал героев своей картины, так как он сам был в их ситуации. Ему посчастливилось попасть в школу Рачинского, который заметил талант мальчика и помог ему получить художественное образование. На картине изображена деревенская школа 19 века во время урока арифметики при решении дробивыми. Сельские школьники решают очень интересный пример. Видно, что он дается им очень непросто. Над задачей думают 11 учеников, но похоже, что только один из них догадался, как решить пример. И тихо говорит свой ответ на ухо педагогу, чтобы другие не потеряли стимул дорешать задачу до конца. На доске написан такой пример. 10 в квадрате плюс 11 в квадрате плюс 12 в квадрате плюс 13 в квадрате плюс 14 в квадрате делить на 365. Современные дети вряд ли решат такое в уме. 120 лет назад ребятишки не без труда, но решали такие задачки. Преподавание детям нескольких годов обучения в одном классе, это не система Рачинского. Тогда народная школа только так и выглядела, причем не только в России. Рачинский считал, что крестьянским детям нужны прикладные знания. Будешь быстро считать в уме, никто не обсчитайте на базаре, при расчете за работу и так далее. Теория подавалась в таком объеме, в каком она помогала быстро считать в уме. Вашему вниманию предлагается подборка картин русских советских художников, вдохновленных этой благодатной темой о детях, школе, обучениках. Вы можете мысленно перенести себя в этот мир, чтобы создать в голове свои собственные истории. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok